Мы к 9 стиху перейдем. В 9 стихе говорится о погребении Мессии. Он был казнен как преступник, то, вероятно, бы его похоронили в могиле для преступников. Но здесь снова Бог вмешивается. И хотя к нему несправедливо отнеслись и нечестно во время казни, он праведно был погребен в гробу, который принадлежал богатому человеку. Как мы читаем в Матфея 27, 57-60, Ишуа был снят с креста и положен в гробу богатого. Иосиф потом из Арифмафеи похоронил его, и Бог это сделал, потому что не было лжи в устах его. Смерть, которую он претерпел, была исключительно заместительной ради других. Поэтому мы видим, как божественная милость проявляется. И он погребен в гробу богатого. Затем следующие стихи, 10-12. Сначала посмотрим на 10 стих. И посмотрим, кто в конечном итоге ответственен за его смерть. И была долгая историческая дискуссия по этому поводу. Кто вообще виноват в смерти? Это еврейские лидеры? Парисеи, Саддукеи? Или это римляне виноваты? Или Пилат виноват? Кто сделал это? Да? Это большой вопрос. И Исаия дает ответ. Но Господу угодно было поразить его. Он предал его мучению. Когда душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Кто ответственен? Это не евреи. И не римляне. Но сам Бог. Сам Иегова. Он сделал так, чтобы тот умер. Бог поражал его. И сам Бог принес его душу в жертву за грехи. И поэтому он был единственным, который способен и квалифицирован дать спасение в мире. И таким образом он единственный, кто мог и смог принести спасение миру. Это Ишуа. Да? Потому что Бога не был. Мессия смерть не была случайной. Так же это не было из-за неправильных обстоятельств. Но с самого начала это было частью Божьего Божественного плана. Это есть библейский принцип что нет прощения грехов без пролития крови. И в качестве была установлена кратковременная система жертвоприношения животных. Но только кратковременное описание говорит нам что эти жертвы только покрывали грех. Они не удаляли греха. Есть разница. И даже тогда покров грехов длился только в течение одного года до следующего праздника искупления. Но слава Богу Мессия будет последним окончательной жертвой за грех. Той жертвой которая окончательно удалит грех. и тот кто принесет эту жертву будет сам Бог. Это было для удаления греха. Из-за этого умер Мессия. Часто я думал когда я попаду на небеса мне придется дойти к Богу и сказать Богу я мертвый извини и затем он посмотрит на меня с таким отстраненным выражением лица выражением глаз о чем ты вообще говоришь? Ты что не помнишь? Помнишь что? Что я сделал? Что ты сделал? Грех удален больше его не существует. К сожалению нашим разумом мы этого не понимаем. Поэтому часто мы остаемся рабами тем вещам в чем мы прощены. Уже получили прощение. Если мы могли только вы эту истину смогли понять что когда мы исповедуем наши грехи если мы принесли грехи ко Кресту если позволили крови Ишуа очистить от грехов смыть их они уходят навсегда. Аллилуйя! 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 Мессия was the final sacrifice for sin. Мессия стал окончательной жертвой за грех. И Бог виноват либо ответственен за смерть Мессии. И только что я рассказал вам очень простую версию этого глубокого учения которое нам нужно понимать. но потому что наша тема другая мы концентрируемся на одной теме я не могу углубляться дальше сейчас. Но это очень глубокое учение если мы понимаем его и применим его в жизни это нас освободит от многих беспокойств и также от множества ненужной боли и это сделает нас очень сильными свидетелями его. Роджер В час тридцать будут вопросы время для вопросов мы также очень странное предложение мы видим в тексте это стих у нас какой 11 10 стих господ угодно было поразить его он придал его мучению когда душа его принесет жертву милостивления он узрит потомство долговечное разве это не странно звучит если он должен быть убит каким же образом он увидит свое потомство если он мертвый каким образом воля Господня будет через него исполняться единственный способ как это может произойти это с помощью через воскресение Исаиа пророчествует здесь о воскресении интересно интересно и так же мы позже будем обсуждать это впервые нам это мы видим что мессия умрет но мы дадим четкая ссылка на то что он будет воскрешен из мертвых после воскресения мессия увидит успех своей миссии и благодаря этому его рука будет исполнять волю Господню благоуспешно что Богу благоволил тому чтобы мессия страдал и умер потому что через это средство через такое средство Господь бы искупил народ и хотя он умирает он видит свое потомство и дни его продлятся удивительно когда мы начинаем понимать что написано в писании мы читаем но мы не уделяем время на то чтобы думать также в 11 стихе мессия который умер потом он увидит результат своего страдания его знания его понимания знания мессии то что он умер за грех вы понимаете это он знал если он сделает то о чем просит его отец помните как мы говорили отец его лично учил Бог сказал ему все Бог явил ему все потому у него было это знание в нем самом и он знал что если он умрет за грехи таким образом он оправдает человечество я думаю что именно это дало ему силы пройти через все он знал что произойдет он знал каким будет результат к счастью дьявол не знал он бы никогда не позволил ему быть распятым на кресте если бы он понимал что это значит что всякий кто поверит в Ишуа как Мессию больше не попадет в ад дьявол хочет заселить ад он хочет очень плотное население там настолько много людей сколько возможно но Ишуа забрал ад у него даже тот этого и не знал но когда он умирал за всех его смерть имеет силу только для верующих мы это понимаем многие люди подходят и просят у меня прощения спрашивают у меня о прощении спрашивают как вообще прощение работает я говорю если кто-то что-то сделает тебе ты должен простить его и обычно второе вопрос задают ну что разве они не должны попросить прощения сначала первое и ответ на этот вопрос нет вы вы должны простить это ваша часть еще умер на кресте и как писание написано что он умер за меня нет не это написано в писании я вас поймал да что писание говорит нам он умер за грехи мира да вот что сказано в писании а кто такой мир все живут в мире поэтому он умер за грехи всего мира и прощение уже есть уже существует прощение грехов но когда оно активизируется это прощение в жизни человека когда он принимает прощение можно сказать прощение грехов где-то там стоит висит и когда вы просите прощения принимаете его и оно активизируется в вашей жизни и этот грех удаляется полностью навсегда навечно навечно это удлиняется когда кто-то согрешает против вас и вы прощаете его это прощение уже там висит в воздухе вы чисты вы в хорошем состоянии и та боль или рана которую они пытались причинить вам рана она исцелена ваша потому что вы простили вот чему Библия учит нас но человек который сделал это все еще живет с последствиями этого поступка вы понимаете вы со мной это прощение активизируется в его жизни и ее жизни только в тот момент когда они приходят к вам и говорят пожалуйста прости меня да в тот момент вы можете сказать им я уже простил я уже об этом позаботился давно и то же самое Бог говорит и нам когда мы приходим и просим прощения Бог говорит все хорошо я уже позаботился об этом ты получил ты принимал принимаешь его ты уже имеешь прощение это относится к нашим отношениям с Богом тоже правило тот же закон если можно так назвать применим также на нашем уровне человечестве между нами это важное учение надеюсь что вы понимаете я очень быстро объясняю но это так это применяется только для тех кто верит и те кто верит за их грехи он страдает Бог удовлетворен делом своего слуги потому что он умер заместительной смертью за свой народ и своей смертью он оправдывает многих 12 стих наконец он войдет в свое царство 12 и посему я дам ему часть между великими сильными будет делить добычу за то что предал душу свою насмерть и к злодеям причтен был за то что предал душу свою насмерть и к злодеям причтен был тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников сделался ходатай поскольку он душу свою дал до смерти он был причислен к грешникам даже если он не был грешником это было за грехи других и через его смерть и воскресение поэтому он ходатайствует за других писание говорится что Ишуа ходатайствует перед отцом он 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 наш посредник перед отцом ради преступлений и этот слуга будет очень благословлен в конце больше чем кто-либо другой он умер за других потому сейчас он ходатайствует за них и подведем итог этого раздела 52 53 глав надеюсь что сейчас будет ясным для вас что это пророчество невозможно применить к израильскому народу Израиль не молчит Никогда каким-то легальным образом Израиль не подвергался суду Также никогда Израиль не умирал через посредством суда и осуждения и как уже было сказано что все древние раввины либо раввины древности без исключения все они придерживались того зрения что это мессианский отрывок отрывок мессии конечно существует очевидный конфликт между таким отрывком который говорит о страдании мессии и другие отрывки о мессии мессия как победитель завоеватель и правитель в иерусалиме и те из нас верующие кто верующий в ишуа мессия мы можем легко понять что мессия приходит дважды один раз чтобы страдать второй раз чтобы установить свое царство и править в мире из иерусалима иерусалимы древности решали эту проблему разными способами в основном посредством концепции двух мессий изобрели и они учили что первый мессия которого они называли мессия сына Иосифа который страдал в Египте перейдет будет умирать страдать как и все эти отрывки говорящие о слуге и они к этому как Иосифу причислили 53 главу Исаии описание мессии второй мессия его назвали мессия сын Давида потом придет позже воскресить первого мессия сына Иосифа он установит свое царство чтобы править и царить и что они сделали они признали таким образом мучение о смерти и воскресении которые уже содержатся в мессианских пророчествах чего чего они не сделали так это правильное истолкование того что мессия должен прийти умереть за наши грехи затем прийти во второй раз чтобы править из Иерусалима и подведем итог почему относится отрывок к мессии а не к израилю очень важно это когда вы говорите с теми людьми кто причастен к раббинистическим учениям как я сказал раньше после раши даже позже это учение превозобладало первый момент официальный взгляд был в том что это мессианский текст текст о мессии второй пункт эти местоимения мы наши наш должно относиться к самому Исаи и его еврейской аудитории в то время как он его ему относится к мессии в тексте это очень ясно третье в этом тексте всем слуга этот отрок это как одна личность а не народ нету там никакой аллегории либо персофоникации слуги либо отождествление его с Израилем четвертый пункт в девятом стихе страдание этого слуги добровольно он добровольно страдает и безмолви что так же никогда не можно было сказать об Израиле как о народе пятый пункт в восьмом стихе слуга умирает за мой народ Народ Исаи это евреи потому этот слуга Мессия отличается от народа шестой пункт слуга он невинный страдалец это 4-6 стихи и 8-9 но Израиль всегда страдал за свои собственные грехи как Исаи сам говорил в первой главе стихи 4-8 седьмой пункт слуга проходит через смерть заместительную это в стихах 4-6 восьмом восьмом в десятом в двенадцатом и хотя Израиль не страдает за язычников но из-за язычников восьмой пункт страдания слуги приносят оправдания и духовное исцеление для тех кто принимает его но Израиль не дел этого для язычников 9-й пункт слуга умирает стихи 8-12 но народ израильский всегда выживали они все еще существуют 10-й пункт слуга воскрес 10-11 стихи но поскольку евреи никогда не умирали они не нуждаются в том чтобы были воскрешены если вы не мертвы зачем вас воскрешать если вы не мертвы это понятно мы на этом остановимся на сегодня и мы продолжим tomorrow и